Люди, подходите к столикам, пожалуйста. Если есть желание поставить свои подписи под резолюцией, пожалуйста, подходите. Слово предоставляется Торосову Михаилу, это внук нашего знаменитого земляка, Владислава Михайловича Торосова. Представляет Торосову Россию. Добрый день, жители. Я радуюсь, что в таком количестве сегодня собрались. И хотел бы вам напомнить, что Хакасия является жемчужиной Сибири пока еще. Но надолго ли, еще неизвестно. Давайте вспомним, какой день сегодня мы празднуем. Мы сегодня празднуем День Республики. К этому дню мы шли на протяжении долгих лет. Мы развивали промышленность, производство в протяжении 70-х, 70-х годов, чтобы мы стали самодостаточной республикой. Мы, наконец-то, и стали высшей из состава Красноярского края. Что сейчас происходит? В первую очередь, уже на протяжении 15 лет у нас разрушается как раз промышленность, производство. Нас ставят на колени, чтобы поставить в зависимости от угольных разрезов. Сейчас, даже я приведу сейчас цифры, выручка одного только СОЭКа за 2017 год составила 22,9 миллиардов рублей. То есть сопоставимо с бюджетом Республики Хакасия. То есть мы имеем дело с такими магнатами, для которых даже бюджет Республики уже становится меньше, чем их. Давайте рассмотрим вообще, как Аршановский разрез действует. То есть у нас существует две проблемы. Первая. Приток подземных вод в карьер и их откачка ведут с собой снижение уровня воды в уникальности водоема 40 озер. То есть мы теряем уникальный комплекс 40 озер. Это одна из проблем. Вторая проблема, это сброс карьерных вод в реке проектным решениям, начисляется в речку Аршановка, в старик с реки Абакан. Давайте вспомним. С реки Абакан питается, получает воду более 300 тысяч населения Хакасии. То есть более половины населения. И сейчас эта вода загрязняется. И будет загрязняться дальше еще больше. Загрязнение территории условия в ходе административного расследования Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ПРК и подраженного тайским районным судом с наложением административного штрафа. Это все наказание, которое они поимели. То есть просто наложение административного штрафа. Разрез Аршановский получает в курочку за 2017 год 4,8 миллиарда рублей. Учредителями его являются 100% Zimber Investments Limited, то есть офшорная компания. Все деньги от этого Хакасия не получает. Аршановский продает весь добытый уголь по максимально низкой стоимости Рутек, едва перекрывая себе стоимость добычи. Я поясню. Рутек это торговый дом, который находится в Москве. То есть мы даже не получаем минимального налога на прибыль. Рутек, в свою очередь, продает большую часть угля иностранным фирмам, зарегистрированным в Великобритании. Иностранные же компании торгуют углем уже по рыночным ценам. И давайте посмотрим, кому принадлежит Рутек. В октябре 2016 года собственником 50% доли Рутек стал Яков Моисеевич Хор. Скажите, жители, вы хотите работать и жертвовать своим здоровьем ради Якова Моисеевича Хора? Нет! Нет! Это отец депутата Госдумы, первого зампреда комитета Госдум по бюджету и налогам Леба Хора. То есть его сын в итоге зампред комитета Госдум по бюджету и налогам. А налоги все уходят просто мимо Моисеевича Хора. И скажите, допустимо? Нет! Только по официальным данным Яков Хор получил от деятельности Рутек более 1 миллиарда рублей прибыли. Всего в 2016 году Рутек принес более 2 миллиардов за год официальной прибыли. При объеме добычи на Аршаловском 2 миллиона тонн. Сейчас он вдвое больше. Жители, давайте подумаем. Наша республика, она строится на том, чтобы каждый житель себя чувствовал в ней комфортно. В том числе коренное население. Что мы сейчас получаем? Нас просто используют. У нас угробили всю промышленность, все производство. Нам нарастили просто замредили государственный толп. Чтобы Хакасия не имела никакого голоса и была просто поставлена на колени перед такими угольными погнатами. Потому что мы не сможем закрыть свои финансовые затраты на социальных. На вашем социал. То есть это все шло планомерно на протяжении последних 15 лет. Чтобы у нас просто не осталось выбора. Чтобы мы жили каким-то придатком и обслужили каких-то якобы Моисеевичих Хор. Которые проживают в Москве, не видят, не живут здесь рядом, не воспитывают здесь своих детей. И они далеки от Хакасии. Мы здесь сейчас не развиваем ни промышленность, ни туризм. Хотя это как раз наша, можно сказать, коронка, которую мы могли бы развивать. Мы просто как сырьевой придаток, который располагается в центре Сибири и просто жертвует своим здоровьем. У нас растет онкология. Мы не можем дышать. Угольная пыль в поселке Дашиба. Есть люди из поселка Дашиба? Вот вы знакомы, да? С угольной пылью, которая там постоянно. Бывает дышать просто нечем. Главная причина загрязнения угольной пылью для населенных пунктов кроется в отсутствии утвержденных санитарных норм и правил, регулирующих деятельность открытых складов и мест пересыпки угля. Еще одной причиной, из-за которой сейчас происходит загрязнение атмосферного воздуха, угольная порода, является бездействие региональных отделений Роспотребнадзора, которые не проводят регулярные мероприятия по проведению социально-гигиенического мониторинга. Мы призываем Роспотребнадзор в кратчайшие строки устранить законодательный провел, разработать и утвердить необходимые санитарные нормы для объектов угольной промышленности. Также считаем, что для оперативного принятия мер по сравнению причин вредного воздействия по населению данных факторов региональным отделением Роспотребнадзора необходимо провести соответствующие мероприятия. Сейчас Роспотребнадзор молчит и бездействует. Спасибо.